Добро здоровиться уважаемые посетители канала читаю ваши комментарии практически все читаю ваши комментарии и вот на некоторых я остановлюсь вот был у нас стрим я его назвал старческий запах грибы пошли комментарии медовый хуторок геннадий несешь бред правда не понял на какую тему нас на грибы на старческий запах или еще на что-то ну ладно будем думать что на старческий запах я написал что я высказал не просто свое мнение я высказал наблюдение конечно я хочу сказать что данный процесс старение клеток и увеличение процента грубо говоря пожилых старых там распадающихся клеток у человека с возрастом он увеличивается но это не значит что от каждого человека будет вот исходить вот этот старческий запах конечно большое значение здесь имеет гигиена уход за собой люди любят почему запах подушиться там и прочее 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 если кто-то ухаживает кто-то за собой следит то действительно этого может практически и не наблюдаться плюс индивидуальные особенности организма я помню еще особенно ребенком был и общался где-то с бабушками сколько чем тогда было лет наверное за 70 было вот так где-то а мне где-то было лет пять вот они мне помню там прижимали ну родственницы по материнской линии бабушка и ее сестра родная и этот запах отчетливо слышал вот тогда он мне запомнился вот какой-то такой на эти особое там в деревне особо там не помоешься жили они там сами кстати вот за счет чего голодание но приводит к омоложению организма за счет того что естественно сроки голодания где-то должны уйти за две недельки желательно так где-то три за счет того что вот как раз вот эти вот старые полу распавшиеся клетки они используются организмом и в результате когда человек начинает выходить из голода процент вот этих вот клеток он становится значительно меньше а процент вот обновленного организма ну как обычно допустим вот у меня убери эти вот клетки старые пожилые там то за счет этого безбалластного значит происходит некое омоложение человек это ощущает так нечто подобное хотят сделать и в в обществе чтобы надо тут поменьше пенсионера но пенсионеры то они себе заработали пенсию другого дела если бы они не заработали кстати есть много различных советов как вот эти вот клетки которые у нас остаются они должны распаться как-то там что-то выводится что-то усвоится и и предлагаются различные там варианты например там болотов предлагает свой вернее он не предлагает свой вариант а он говорит а за счет чего это происходит в организме вот почему так много вырабатывается соляной кислоты во время пищеварения и она всасываясь обратно в кровь циркулируя с кровью по всему организму именно она то и способствует расщеплению и усвоению вот этих вот клеточных отходов поэтому бессолевые диеты можно использовать на какое-то время а так то вообще соль нам нужна естественно все должно быть знаете в своем оптимальном количестве отказываться полностью от нее никак нельзя и вот следующее клюде аю 8 опять-таки на старческий запах следующее замечание так увы мы все прокисаем суда внутри помогает от зловония но как быть если от соды стал болеть желудок пил соду год я вам о соде уже довольно таки много рассказал самых различных позиций с учетом ее правильного применения и прочее 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 значит смотрите суду применяют как курсами есть такие рекомендации и в то же время есть комендарь рекомендации особенно от допустим елены рерих а ей подсказали учителя что вот суд этот божественный пепел надо вообще-то применять в течение всей жизни мол там она кое-что там делает так вот я неоднократно указывал на то что соду надо применять правильно обязательно погасить ее гашение это вы берете чайную ложку соды стаканчик насыпали и сверху наливаете пол стакана крутого кипятка вот прямо в соду происходит вот это шипение как только вот это шипение закончится вот это вот так называемое гашение вы добавляете еще пол стакана воды комнатной температуры и выпиваете и вот тут то опять таки особо рекомендация одно дело что суду надо погасить а другое дело несмотря на то что она и погашенная ее надо правильно употребить и употребляется она в основном вот чтоб не было вот таких вот как говорится стал болеть желудок и прочее 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 она употребляется вот чтоб наверняка было раз в день утром натощак пока никакой пищи нету желудки как только имеется какая-то пища начинается там пищеварение так далее так далее вы вот этой вот содой там выпили или даже вы думали что поели прошло достаточно времени допустим там часа там два думаете все уже переварилась ушло приму кая суду даже три часа в зависимости от того что вы приняли высоту раз а там еще идет так сказать остаточный процесс переваривания в желудке все кислая среда на щелочную там все вот это там реакции пошли там смывается защитная вот это вот слизь и самый верный способ будем так говорить испортить себе желудок это вот принимать соду не учитывая вот эти два момента это еще хорошо что вы год там принимали а так обычно достаточно недели чтобы уже вы почувствовали ответ на это с лимончиком или лаймом пью намного лучше но я не знаю это соду что пьют да евгений шталь любое лекарство нужно пить курсами с отдыхом желудок болезнь значит защитная слизь истончилась она истончилась от частой еды от частой грубой еды от воздействия щелочей кислот каши и смузи семена льна вам в помощь можно смешать соду с медом немного подогреть и съедать натощак чаем но я уже высказал свое мнение значит и вот евгений он тут смотрите немножечко подчеркнул от чего болит желудок что защитная слизь истончилась она истончилась от частой еды может может от частой грубой еды может может от воздействия щелочей кислот я бы так сказал от найти попеременно вот вы буквально таким допустим что-то съели оно еще не успела как следует перевариться а вы что-то другое уже съедаете ну грубо говоря вы там пообедали а буквально таки через час решили яблочек поесть и думаете да все нормально а как раз вот эти вот фруктовые кислоты сладость которая присутствует в тех же яблок не проходя через желудок начинает там бродить вот и для того чтобы восстановить слизистую желудка чтобы он не болел естественно здесь надо использовать пищу которая обволакивает которая важно понимать чтобы она полностью переварилась а не там допустим грубо говоря 70 процентов переварилась а еще 20-30 переваривается а вы уже что-то там начинаете загружать новое подождите вот именно чтобы у вас появилось чувство голода и тогда кушайте для того чтобы вот этот восстановить желудок так дальше сказка странствий пишет я слышала три недели пить две два перерыва потом заново ну это есть такие там курсить и так далее есть рекомендации вот пить постоянно и использовать курсы вадим загрин пишет я тоже пил ее год сначала подыме потом бросил пришел на асд-2 вот что я хотел сказать по поводу того что у нас естественно клетки отмирают они должны быть как бы своевременно выведены своевременно там использованы откуда возникает старческий запах и в принципе нормальная гигиена нормальное питание вообще правильный здоровый образ жизни которыми я рассказал целительных силах и выложил вот эти вот книги и плюс библиотеки можете почитать он уже способствует тому что нету от тела вот такого запаха от пота также запах не идет вы будете наслаждаться жизнью будет энергетика будет хорошо а так как только начинается от тела тот или иной запах это говорит о том что пошло гниение разложение начинается там болезнетворная микрофлора у вас преобладать и грубо говоря человек может заживо сгнить и такие случаи увы нередки здорова здорова а чаракой зили с праздником богатырь из столе мамы привет пать здорово пать здорово